МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире. Армейноцид. Хронология геноцида, совершенного против армян. Совет ООН по правам человека принял представленную Армении резолюцию предотвращения геноцида. Встреча 5 апреля. Табу войны. В армянских церквях Сирии отметили субзатык. Франция обеспокоена инцидентами в армянском квартале Иерусалима. 16 арцахских людей стали жертвами военной агрессии против арцаха. Друзья, искусствоведы и воспитанники осуществили мечту Гагика Геносяна. 1891 год. Абдул-Хамид создает спецназ «Хамидье». Фактически на Берлинской ассамблее державы получили султану Абдул-Хамиду обеспечить безопасность армян от черкесов и курдов, в то время как сам султан был главным подстрекателем всех антиармянских действий курдов и черкесов. Лучшим свидетельством этого является то, что именно после Берлинской ассамблеи в 1891 году по его приказу была создана кавалерия, названная в его честь Хамидье, состоящая исключительно из курдов и содержащаяся на балансе османского правительства. Она состояла из 30 полков и не входила в систему османской армии. Сохранялась как самостоятельная военная единица, дислоцированная в армянском городе Ерзенка. Главной целью Хамидье, по сути, было осуществление армянских погромов по всей империи. Именно при Абдулле Хамидье правительство начало применять культурный геноцид. Тактику физического истребления можно было время от времени исключать из арсенала, исходя из внешних условий или по каким-то другим причинам. Однако управляемый государством культурный геноцид в отношении армянского народа не прекращался и продолжался более 100 лет. Султан пытался нанести прямой удар по армянам, проживающим на родине, в Западной Армении и Килики, создав невыносимые условия для их существования. Преследование армянского народа, грабежи и насилие в отношении мирного населения становится обычным явлением. Во всех армянонаселенных регионах создается особый антиармянский режим и превращается в настоящий ад. Один из крупнейших публицистов того времени, Эмиль Дилон, писал, «Первым шагом было осуществление плана истребления, регулярное уничтожение людей. Прежде всего, это было реализовано с помощью жесточайшей налоговой политики. Налог на душу и военный налог были особенно высокими. Султан сочетал экономическое давление с тончайшими политическими преследованиями. Переселение мусульман в армянонаселенные села и районы было возведено в ранг государственной политики. При этом переселенцы освобождались от военной службы на 10 лет, получали бесплатную землю и материальную помощь. Массовые переселения преследовали одну цель – изменить национальный состав армянонаселенных районов, ослабить и нанести экономический удар по армянам, добиться того, чтобы армянская населенность оставляла на своей родине незначительный процент». Следует отметить, в армянских вилаетах селились исключительно воинственные, отсталые, живущие грабежом курские и фанатичные северокавказские племена. На 55-й сессии Совета ООН по правам человека 3 апреля консессуумсом была принята представленная Арменией резолюция о предотвращении геноцида. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Основанная на Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, резолюция, принимаемая раз в два года, привлекает внимание государств-членов ООН к рискам повторения этого преступления и необходимости их предотвращения. В текст резолюции этого года с учетом современных вызовов были добавлены важные положения о раннем предупреждении и рисках, связанных с геноцидом. В частности, к таким рискам относятся использование вооруженных конфликтов для совершения геноцида и недопустимость голодания гражданского населения как запрещенного средства ведения войны. Резолюция характеризует безнаказанность как важный фактор риска геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, подчеркивая, что с ней необходимо бороться посредством расследования судебного преследования и наказания. В этой связи показательным является тот факт, что в резолюции конкретно упоминается роль международного суда в вопросах предотвращения преступления геноцида и наказания за него. Документ предусматривает проведение панельной дискуссии по теме раннего предупреждения на 58-й сессии. Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека предлагается поощрять участие государ-членов Социального советника Совета безопасности ООН по предотвращению геноцида, учреждений договорных органов, специальных процедур гражданского общества, национальных правозащитных структур, академических кругов и частного сектора мероприятия. Эта инициатива Армении является важным вкладом в укрепление международной повестки дня по предотвращению геноцидов и массовых преступлений, предложению ориентированных на право подходов к современным вызовам и поиску институциональных решений, пересекающихся проблем международного права, прав человека и международного гуманитарного права. Важно также отметить, что представленная Арменией резолюция предотвращения геноцида пользуется широкой поддержкой. Институт предотвращения геноцида имени Лемкина предупреждает о возможной агрессии Баку против Армении, призывая мировых лидеров мешаться, чтобы предотвратить очередную гуманитарную катастрофу. Армянские аналитики считают, что Запад пытается сдержать амбиции Баку в отношении Армении. В сообщении института говорится, недавнее нападение в Сюнинской и Гаукрунинской областях свидетельствует об открытой угрозе сувенитету Армении. Ранее мы объявляли тревогу для республики Арцах, подвергшейся оккупации и деарменизации со стороны Баку 19 сентября 2023 года. Теперь угроза геноцида нависла и на Армению. По данным института, Баку следует стратегия постепенной оккупации суверенной территории Армении. В настоящее время он пытается получить контроль над еще восьми селами. Его целью является контроль над всем армянским государством и объединение материковой части Баку с Турцией, которая рассматривает Баку как часть обширной тюркской нации. Институт сравнил политику Баку, контролирующего стратегические точки Армении, с политикой Израиля в Палестине. Баку готовится нарушить баланс и хрупкий мир в регионе, возобновив свои агрессивные действия против Восточной Армении. Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к главе Баку Ильхамму Алиеву. Алиева предупредили, что подобные действия будут иметь как политические последствия, политическое решение о сотрудничестве с Арменией. Североатлантический договор может открыть все возможности для включения Армении в его состав. Так и военное предупреждение. Авианосцы США размещены на Ближнем Востоке. Эскадрильи могут подорвать военно-политические амбиции и не только Баку, но и Турции и Российской Федерации. Несмотря на тревожную ситуацию в Алеппо, армяне Алеппо выполнили свой духовный долг. Об этом пишут на странице Ардаканг Медиа в Фейсбук. По случаю праздника Сурзаты в церкви Сурпакоп Камышлы также была отслужена литургия при поддержке Терсипана Кетчетчана Джезири. В церковь Сурпакоп пришло много верующих, которые пришли причаститься. Город Камышлы расположен на северо-восточной стороне Сирии, недалеко от турецкой границы. После событий в Сирии город Камышлы был в относительной безопасности. Также была отслужена литургия в церкви Сурпас-20 Латакии, где приняли участие нашедшие там бежище кесапские армяне и армяне, проживающие в Латакии. Кесапским армянам раздали пасхальные яйца. Также прошли литургии в армянских церквях Дамаска. Генеральное консульство Франции в Иерусалиме выразило обеспокоенность инцидентам в армянском квартале города. Об этом говорится в заявлении Генконсульства Франции в Иерусалиме в социальной сети X. Мы призываем израильские власти воздержаться от любых односторонних действий, ставящих под сомнение статус-кво в Иерусалиме. 3 апреля 2024 года, примерно в 11.00 по местному времени, израильская полиция начала незаконное выселение в территории коровьего сада армянского патриархата Иерусалима, уничтожая имущество армянского патриархата Иерусалима, а также нападая на духовенство и местных армян. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава армянской патриархии Иерусалима Аган Гокчан. Часть армянского квартала старого города Иерусалима патриархия сдала в аренду израильской компании на 99 лет. В результате сделки в армянском патриархате Иерусалима сложилась тревожная ситуация, в связи с чем его святейшество католикос всех армян Горигием II провел телефонный разговор с достопочтенным армянским патриархом Иерусалима архиепископом Тер-Нурханом Манукяном. В ходе обсуждения патриарх Сарпазан проинформировал его святейшество, что предпринимаются шаги для защиты прав патриархии и благополучного разрешения проблемы. В связи со сложившейся ситуацией армянская община Иерусалима организовала акции протеста. Три организации Хоменетмен Иерусалима, Союз армянской молодежи Иерусалима и Союз Баре Сирац распространили заявление, в котором призвали армянского патриарха отменить сделку по продаже коровьего сада, предложив поддержку общины. 1 ноября 2023 года армянский патриархат Иерусалима сообщил, что принял решение отменить сделку по аренде коровьего сада. Журналистка Алвард Григоян сообщает, что жертвой военной агрессии против Арсаха стали 16 арсахских детей. Они погибли в войнах в 2016, 2020 и 2023 годах. Еще несколько десятков детей получили ранения разной степени тяжести. Все это подробно зафиксировано во множественных докладах обращениях заявлений к мировому сообществу армянских правозащитников с прикрепленными фактами и фото-видеоматериалами. В каждой войне первыми жертвами всегда становятся дети. В апреле 2016 года первой невинной жертвой азербайджанских ракет, выпущенной по школе, стал 12-летний багарша Григориан. В 2020 году в первый день 44-дневной войны опять же ребенок стал первой мирной жертвой. 8-летняя Виктория Гевуркян. В осенней войне 2023 года первыми жертвами азербайджанской агрессии стали братья 10- и 8-летний Микаэл и Навер Казаряны. Эти и многие другие дети были убиты или ранены от ракетных обстрелов врага по школам, детсадам, жилым кварталам. Каждый 10-летний ребенок из Арсаха вправе заявить, что за свою жизнь введил три войны, прошел тотальную блокаду, подвергся жестокой депортации и чудом выжил в геноциде. Мир равнодушен к войне и многочисленным неверным жертвам Арсаха. Выяснилось, что никакие Женевские конвенции не действуют на турецко-азербайджанскую политику, а международные структуры предпочитают двойные стандарты. Мир никак не отреагировал на детские смерти, что уж говорить о убитых женщинах и стариках. Друзья искусствоведы и воспитанники осуществили мечту Гаги Кагиносяна. Открылся танцевальный зал ансамбля «Карин». В Центре художественного воспитания и культуры состоялось открытие танцевального зала традиционной группы песни и танца «Карин», посвященного памяти погибшего в 44-дневной войне Арутюна Степаняна, одного из толпов традиционной группы песни и танца «Карин». Народный артист Восточной Армении, профессор Государственной консерватории имени Кумитаса, руководитель Культурного союза Саэтного Аттов Маспогусян отметил, историю создают не народы, а их достойные сыны, одни из которых основатели группы «Карин» Гаги Геносян и Арутюн Степанян. Согласно плану Геносяна, танцевальный зал должен быть назван в честь Арутюна Степаняна. Увы, к сожалению, сделать это Геносян не успел. Мы, призванные продолжать его программы и дело с гордостью, выполняем его желания. Слов глубокой благодарности заслуживает также директор данного крупного культурного центра Самвел Балуян и нынешний достойный руководитель Тиграм Балуян, которые пошли навстречу реализации этой прекрасной программы, подчеркнул Погусян. Дочь Гаги Геносяна, участница ансамбля «Карин» Цовинар Геносян сообщила, Отец большой самодачи стремился, чтобы был проведен капитальный ремонт и был создан танцевальный зал имени Арутюна Степаняна. Для проведения строительных работ был организован сбор средств. Юные воспитанники ансамбли «Карин» и «Лернапар» также участвовали в ремонтных работах и многое построили своими руками. Наконец, красивый и уютный танцевальный зал открыл свои двери. Есть необходимые условия для обучения армянских танцев. На церемонии открытия танцевального зала присутствовала молодежь. В дальнейшем они продолжат лучшие традиции армянского танцевального искусства, у истоков которой стояли преданные сыны армянского народа Гаги Геносян и Арутюн Степанян. И в завершении новостей послушаем песню «Маратук». Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!